Итак, народ, всем привет! Сегодня август 2020 года. Нахожусь в заброшенном пионерском лагере Василек. Охраны в данный момент здесь нет. Можно заезжать спокойно тут по грунтовой дороге. Я тут первый раз, как обычно. Сейчас пойду исследовать здание. Я вам скажу, что с лагерем уже не так все обстоят, хорошо дела. Поскольку многие здания элементарно деревянные. Ну, как бы, большинство, да, уже там крыша сгнила. А некоторые уже и раскладываются на много деревянных сгнивших частей на строймусор. Ну и давайте расследуем первый объект. Там вон второй домик, туда потом пойдем. Здесь никого нет. Тут недалеко деревня. И все. Я никого не встретил по дороге. Куча битого стекла. Радиоузел. Я скажу, что на фотографиях это место было куда более лучше. Уже вот такое вот состояние. Не особо. Просто уже... Ну, в общем, строймусор, можно так сказать. Но что-нибудь-то найти, попытать удачу. Чем-нибудь-то осталось интересненького. Вон, например, сегодня дежурный вожатый. Дежурный отряд, дежурный член совета дружины. А это у нас что такое? Сигнал 3М11. А, это и так его, блин. Электричество. Да, блин, забыл, как это хрен называется. Давненько по заброшкам таким не лазил. Шкафы гнилые уже тоже. Крыша еще не полностью обвалилась. Кресло разложенное. Ну, как обычно, особо в таких местах смотреть нечего, конечно. Но все же... Все же остатки какие-то можно и найти. Интересного чего-нибудь. Как бы я видел и хуже объекты. Вон там плакат, кстати, на стене висит. Сейчас пойдем посмотрим. Кстати, между прочим, если так смотреть это в нормальном состоянии, ну, то есть в целом, я вам скажу, что это здание классно выглядит. Ну, когда этот лагерь не был заброшен, собственно говоря. А сейчас это просто руины. Главное здесь... Главное здесь не провалиться. Ну, кстати, я смотрю, пол-то сделан на совесть. То есть то, что в середине провалился, это оно уже гнило. Нормальное такое количество времени. Но главное не провалиться все же. От стульев и запчасти валяется. Вот и наш плакат. Точнее, который здесь висит. Миру мир. Пионерский галстук и... Три руки. Белое, коричневое и желтое. То есть негры, белые и китайцы. Ну, точнее, азиаты. В миру. Так, а тут у нас... А это что? Это, видать, столовка, что ли, была? Я так смотрю. Тут вот эти вот полки. Ну, точнее, вот здесь столики такие в стене. Типа отсюда, может, что-то давали. Сейчас туда пойдем, посмотрим. Так, на всякий случай проверил звук. Записывает он или нет, а то мало ли что бывает. Халаты для раздачи пищи для вожатых. Ну, для вожатых. Для отряда. Ну, собственно, как я и предполагал. И мало того, смотрите. Ой, блин, пол уже, блин, прогнивает постепенно. И сохранились, кстати, чашки. Вот. Чашки, кстати, на удивление. Ну, конечно, они какие-то побитые, какие-то поколотые. Ну, понятное дело, сколько им лет. Но, между прочим, зеленью они уже покрылись. Но, что самое интересное, обычно всю посуду сразу сбивают. А тут, блин, смотрите. Даже что-то целое осталось. Крышки вон. Слышал какие-то звуки. Но это явно из деревни доносится. Поэтому не выморщит на них мани. Кстати, вон там тоже синее здание. Потом пойдем посмотрим его. Блин, я вот хожу по этому полу. Конечно, я знаю, что, как бы он... Ну, толщину-то я вам показывал. Но все равно как-то... Как-то стремновато. Рыба, мясо. Здесь это холодильная камера, что ли, была. Возможно. Все уже заросло. Вообще, читал про это место. То, что здесь кто-то... Дырявая канистра. Понятно, почему ее тут бросили. Читал про это место, что здесь... Еще в десятых годах кто-то был. Что-то камазами тут вывозили. Тут охрана стояла. Вот. Ну, а потом все это и куда-то исчезло. В неизвестном направлении. Так, вон, видите, пол. Ну-ка. А, это, видать, кто-то ступанул. И все. Какие-то бутыльки. Мне интересно, что на них написано. Написано. Универс... Что-то универсальное. Может, мыл какой-то. Уже не прочесть. Особо не прочесть. О! Эта штука от... Блин, она, наверное, не видно. Давайте сфокусируемся. О! Так. Ящик какой-то стоит. О! Сейчас. Способ применения стирка мытья. В общем, здесь химия, походу, бытовая стояла. Скорее всего, это, типа, соль. Ух ты, там что-то еще даже осталось. Тут соль осталась. Ничего себе. Блин, камера. Камера, фокусируйся. О! Ну, видите, соль высыпается немножко. Или что это такое? Может, там Санта какой-нибудь. Хрен его знает. Пойдемте в следующую комнату. Здесь... Какие-то шланги лежат. Так, проверяем пол. Для продуктов. Мы сейчас находимся... Да, я уже говорил, в столовой. Муравьи. Муравьи уже оккупировали тут все. Баночка какая-то. А что у нас за окном? За окном у нас мусор, кстати, валяется. Вон там дверь вообще стоит. Вообще, тут фоткали что-то. Какие-то, блин, журналы валяются. Тут что только не валяется. Но я пока что-то ничего не видел. Видите, столовка здесь на виду. Ее все разбирают. Вот. О, шкафчики, смотрите. Ну-ка, есть что-нибудь в шкафчиках? Вряд ли, конечно, я здесь что-то найду такого интересного. Но, как я уже говорил, попытать удачу стоит. А здесь туалеты. Да, были. Тут, видать, персонал приходил, переодевался. Дверь. Дверь заблокирована с той стороны. Мы с вами, к сожалению, не придем. О, а здесь уже плиточка режет. Плиточка у нас дольше держится. Дольше всех. А смотрите, как сделаны стены. То есть не полностью. Ну, видно, что самоделка для мойки рук. Здесь мыльные руки, что ли. Мыльные руки. Подставка какая-то висит. В общем, в этом корпусе я пока... Оф, это что такое? Фонарик, что ли? Ой, ну, весь течет уже, емно. Старый, старинный фонарик. Фокуст, модель 48. В общем, ничего в этом здании такого интересного я не увидел. Вот. Сейчас, значит, пойду в другое уже. Начинаю приближаться к зданию следующему, которое показываю вам из окна. Это у нас, судя по Красному Кресту, медпункт. Забор лежит. Уже его раздолбали. А вот, кстати, беседка. Беседка уже, правда, сгнила. Ну, я думаю, еще пару лет. И это все уже окончательно срастется с землей. Кстати, я смотрю тропинки. Тут иногда люди ходят. Я думаю, конечно, да, уже тут все вынесли. Даже такого. Ну, блин, здесь я смотрел... Лучше, конечно, были кадры, да, в интернете. Ненамного, правда. То есть уже было. Уже на тот момент он был такой себе. А сейчас он еще хуже. Ну, блин, говорили, что здесь мебель какая-то была. Хотя я уже столько прочитал. А, ну, в принципе, вот такая, если только. Вот такая. И все, ну, все. Медицинский пункт. Вот здесь, как интересно, сделано. Вот шкаф. А вон стену раздолбали. Здесь у нас туалет. Вон. Видно прям. Только он какой-то... А где труба? Где чего? Не видно. Был огражден забором. Кстати, там какие-то столбы стоят. Бетонные. А тут у нас что-то валяется. Кстати, унитаз тут самый. Так. Сейчас на свет, чтобы вы видели. Так. Камера, фокусируйся. Блин. Ладно, я вам дочитаю так. Вода чемеричная. Наружная. Цена 10 копеек. Обращаться с осторожностью. ФГО. Фармация. Фармацевтическая фабрика. Годен до... До пятого месяца 93-го года. А что за фабрика, где она находится? Ни хрена не написано. Ну, бутылек 93-го года. Вот. Блин. Что ж такое-то? Ну, камера какая-то вообще отстойная, блин. Ну, телефон, что вы хотите. В общем, 93-й год. Бутылек. А вот, кстати, кусочек газеты. Памятка. После... Так, заболевания. Ну, это что-то по медицинской части. Я что-то слышал. Такую... Так, ну... Лето и здоровье дошкольника. Вот что это. Вот что это у нас такое. В шкафу ничего не оказалось. Но, единственное, что нашел, это вот это вот. Ну, это, судя по всему, напечатанное. Это единственное, что тут было. Вот именно в этом месте. Сейчас пойдем посмотрим. Ух ты, слушайте. Вон, куда нам надо идти. Сейчас. Секунду, увидим. Так. Пока никого не вижу. А идти нам стоит вот сюда. Вот. Так. Вот здесь куча всего прям лежит. Сода. Сода питье. Нормально. Вот банка какая-то с краской еще окрашена. Так. Московский городской дом санитарного просвещения Московского городского эпилемиологического станции Мосгорздоровотдела. Теня Ринхоз. Так. Теня Ринхоз. Тяжелый заболевание. Человек, который вызывает ленточным глистом бычьим цепнем. Понятно. Глисты. В принципе, наверное, они у большинства были, но у кого-то были. Внимание. Лекарства. Сейчас посмотрим. А, ну это именно вот. Айболит нарисован. Всякие тут. Лекарства. Организм. Спокойная основка семьи. Исключение алкоголя. Курение из рациона родителей. Для ребенка важнее всяких лекарств. Вы умели же раньше писать. Так. Дальше идем. Это у нас что? Плакат. Кипящие воды из реки и озер предупредите кишечные заболевания. Кстати, а плакат это хорошее, хорошее состояние, вот особенно у этого. Кипячение воды из реки и озер предупреждение. А, ну то есть вот. Кипячение воды из реки и озер предупреждение кишечных заболеваний. Выпили вы так воду сырую, бац, и у вас там глисты завелись. И все. И делайте что хотите. Кстати, этих плакатов здесь три штуки пока не кипятите различное молоко, предупреждение кишечных заболеваний. Так, здесь и молоко призывают кипятить. Так, а что такого тут интересного-то еще? Единская карта стационарного больного. Во. Восьмидесятый год. Ну, собственно, в каждой больничке такие, наверное, есть в медицинской карточке. Во. Какая штука. Придет сюда какой-нибудь мародер, мы на эту штуку его и посадим. Памятка болезнь, которая не должна возвращаться. Ну-ка. Восьмидесятый год. Так, и что там пишется у нас? Да блин. Уже страницы склеились. А, она раскладывается. Во. Она раскладывается. Угу. Так. Раскладывается. Так, ну я особо заморачиваться не буду, потому что вам будет неинтересно, типа. Вот. Ну, всякие бумажки, в общем, про медицину. Вот здесь плакаты всякие. Вот. Типа-типа того. Ладно, будем в следующее здание продвигаться. Так, медпункт. Я там еще посмотрел, покопался в бумажках. Я нашел даже, еще там бутыльки были в мусоре. Кстати, там некоторые из них были наполовину наполнены. Например, на шатерный спирт там был. Не потраченный. Ну, понятное дело, что уже все это на выброс. А вот дом вот такой. Это, видать, пошли уже домики, где, может, кто-то уже все жил. Вообще лагерь по размерам-то большой. Вот. Так. Фу, показалось. А вот у нас тут еще что-то лежат. Вон, шкафы. Кстати, у меня такое подозрение, что это... А, не, смотрите, растет трава. Не, это уже давно рухнуло. Эта конструкция, блин, да что ж такое-то? Камера. Камера. Фокусируйся. Секундочку. Блин, немножко другую камеру включу. Что бы, блин, не создавалось вот этого всего. Не знаю, что с такой стороны будет хуже. У меня просто две камеры на телефоне. Просто штатная она иногда не очень-то. А, видать, это испражение она не фиксирует, близь. В общем, крыша провалилась уже давно. Вон она в растении растет. Здесь, кстати, всякие журнальщики-то есть. Я так смотрю, тут что-то имеется. Так, значит, Маркус Рамер. Рамер... Рамерец. Книгу так выдрали. С корнем причем прям. Тут что, содержание стихи. Ага. Заключение... Озор... Злок... Так, тьфу, блин. Злокаючение... Озорняка, блин, нифига себе. А, ну автор... Автор Керхард какой-то, ну понятно. Понятно, почему я не смог прочитать. Так, значит, следующее, Новый мир, 87-й год. Новый мир. Так. Срок любви-ка. Это что, это стихи, что ли? А, ну это стихи, наверное. Блин, уже книжка вся... Вся уже, что тут описано-то? На 100% не надо. Непонятно. Ну вот, короче. Ну-ка, сейчас... О, видно, да. Видно. Можете остановить. Зачитать. А что в портфеле? В общем, это, походу... Ну, здесь просто, видать, чей-то был домик. А потом крыша провалилась. Вон, ванна. Во. И все. На этом его полномочия окончены. Так. Это у нас что? А это у нас... Блин, непонятно. Все порванное. Цветочные знакомства. Вот такое вот. Ну, все, смотреть не буду. Чтобы, опять же, было... Опять, мне будет неинтересно, блин. Сток контента. А вот там дальше дома идут уже. Следующие. Так. О, кстати, дорога. Такое ощущение, что здесь до сих пор кто-то ездит. По этому лагерю можно прям кататься. Здесь никого нет. Охрана не стоит. Ну, все это куда-то делось. А что-то тут вывозили камазами. Ну, я так прочитал. Крыша уже. А вот, кстати, вот эта штука целая. Вот это здание. И он там, кстати. Более-менее. А это... Ну, давайте, пойдемте посмотрим. Вот эту вот штуку. О, сразу вижу какую-то красную дребедедень с пружиной. Сколько всего-то валяется, а? Слушайте, я прям не ожидал. Ну-ка, дверь открывается? Нет, дверь заклинена. О, перелезаем, как мы обычно это любим. Горящая балка. Здесь что, горело что-то? Кстати, вон, смотрите, крыша уже. А, и видите, почему она не провалилась? Потому что, вот, видите, здесь железная труба идет. Вот, здесь что, железная труба. И она не дала провалиться этой самой крышке. А вот здесь уже начинает гнение. Страна... Че? Карапузия. Карапузия? Страна Карапузия. А, вот, смотрите, это карта лагеря. Вот, я проехал. Ну, да, ворот больше нет. Снесли вот медпункт. Вот столовка. Дальше прошло. А, вот здесь, кстати, песочница. Там еще какой-то дом. Там площадка, кстати. Кстати, тут бассейны есть, между прочим. Я читал. Вот они, скорее всего, эти бассейны. Вот, главное. Тут ворота какие-то. То есть сейчас домики будут? Туда дальше бассейн должны идти. Вот, а вот площадка еще какая-то. Я говорю, этот лагерь, он такой немаленький. То есть, обходить можно. Дикие животные, стражно лоси. Всякие блокадки. Столовая. Блин, лежит дребедедень. Кстати, между прочим, тут летают самолеты. Я заметил. Вот я когда сюда приехал, я выхожу. Вот самолет летит. Ну, думаю, давай подожду, пока он улетит, чтобы, так сказать, он не попал в кадр. Опять летит. Местоположение я, естественно, скину. Вы посмотрите. Ну, а там, скорее всего, понятно, почему самолеты летят. Да, здесь, видать, маршрутные сообщения. Стекло, стекла. Битые стекла я нахожу. Горькую память я нахожу. Просто куча всего. Вот даже красная полотночка какая-то. Блин, я в прошлый раз, в побычу в Гагаринце, нашел, кстати, знамена. Да, ух ты, какой доисторический глушитель. Фу, блин, глушитель. Хотя из огнетушителей и глушителей делают. Это огнетушитель доисторический. Вот. Ну, естественно, всякие типа ПДД, все дела. Кстати, а комод я не посмотрел. Зато вот есть. Перед первым набором и сменой чернил помойте авторучку. Это чернила у нас, представляете? К срогонности. Ну-ка, дата, дата. Не видно, дата, затерта. А, нет, или не затерта. Не, затерта. Я не вижу. Дату? Я дату не вижу. В чумочке у нас ничего. Ладно, пойдемте в следующее здание. Здесь, кстати, есть на что посмотреть. Я думал, здесь уже все. То есть, все плохо. Как бы, не особо. А тут что-то еще осталось. Кстати, это только одна комната. Вот еще вторая. Но вторая у нас пустая, как я смотрю. И опять уже потолок сгнил. И уже прилично он сгнил. Потому что там лежат... Ой, тьфу, лежат. Там растут уже растения. А это что у нас за каменная штука? Надо все смотреть. А, ну это... Не знаю, что это такое. Непонятно. Вот еще один корпус был. Он уже сгнил. Там дальше дома, кстати, идут. Тут можно бечь находить в этом лагере. То есть, игоринец там, он охранялся. Он, конечно, тоже не маленький был, но он охранялся. А здесь можно ходить и... Что тут только не находить. Так. Ну, пойдемте в этот, так называемый, целый... Крыша целая. Вещи вон валяются чьи-то. Стульчик стоит. Так. Здесь валяются вещи. Здесь как будто кто-то... Может, здесь сторож, кстати, был? Возможно. Может, здесь и сторож был когда-то. Сердце художника. Опять книги лежат. Много книг. Писанские рассказы. Писанский лежит. Так, дальше. Здесь. Здесь опять. Бутылек. Хряпнуть. Анкалканавтам. Алкаша. Перекись водорода. Ну-ка. 14-й. Вон, видите, 10-й. А, блин, у нас опять все размыто. Потому что темно, блин. Короче, годен до 10-го месяца, 14-го года. То есть в 14-м году здесь еще находилась, только раз, наверное, та самая охрана. Была в 14-м году сидела. Скрепки канцелярские РСФСР. 35 копеек. Дата выпуска. Опять не написано. В общем, сам факт, что коробочка сохранилась. Кстати, от комаров даже, вон, спиралька сохранилась. Да, ну, в общем, здесь такая-то что-то такое. Я подумал, блин, это гильза. Но на гильзу не очень похоже. Так, клей-момент. Так, фонарик опять сломанный. Да, сломанный фонарик. А может он не сломанный? Может быть, Орекина ставить. Печка, кстати, есть. Ух ты, а это что такое? Ну-ка. Ё-моё, посмотрите, какая штука. Во. Это у нас температура фиксирует, походу. Или ещё он у нас фиксирует. Или давление фиксирует. Кстати, смотрите, тут под ручки ещё сделано. Камера. Опять она не фокусируется ни хрена. Ну-ка. Комары залетели. Камера. Во, всё. Во. Такая штука классная. Вот. Походу, это давление меряет. Я что-то сомневаюсь, что температура не может быть такое, что сейчас. А может и температура. Причём, напишите в комментариях. Что это за штука я не особо так смотрю. Я как бы знаю, как выглядят термометры там тоже. Это у меня и дома есть ещё советский сохранился. Ну, прям, что-то такой. Какие-то книги. Книга Андрей Матвеев. Альберио. Царь зверей. Это вот. В общем, я так понял, что здесь охранник сидел. Ну, у меня такое подозрение. Что-то очень похоже. Что-то как-то, как будто здесь. Вот так вот, да. Тут у нас... Тут у нас ничего. Кстати, вон там... Так, здесь сейчас будет очень темно, потому что дверь закрылась. Не закрывается. Тут ничего нет. Здесь может была какая-нибудь подсобка. Какая-нибудь. Типа того. Так, давайте обойдём. Обойдём этот дом. Возможно, там что-то будет. Да, вот. Дверь. Та самая. Ну-ка. Во. Открывается. Так, камера. Фокусируйся. Ага. Ух ты. Железная дверь идёт. Интересно, интересно. Мусор. Ещё раз мы... Причём мусор какой-то. Знаете, какая-то плёнка лежит. То есть какая-то плёнка. Я не знаю. Может, фотоплёнка или что-нибудь. Такой кроссовки какие-то валяются. Ой, блин. Как темно-то. Железная дверь. Может, это холодильная камера какая-то была. Смотрю, здесь посуды много. И лампочки. В общем, тут ничего не осталось. Уже. Вот.